Приветствую вас на Спортивном. Это ознакомительный выпуск про универсиаду 2019 года. Крупнейшее мультиспортивное мероприятие на планете после Олимпийских игр. Напомню, что два года назад соревнования принимал Казахстан, город Алмата. Россия победила в общей командном зачете с большим отрывом 71 медаль. В этом выпуске мы посмотрим медальный зачет за всю историю турнира. По традиции, эстафета огня прокатилась по ряду городов. Началась она в Италии в городе Турин 20 сентября, а завершилась 1 марта в городе Красноярске. Кто не знает, именно в Турине состоялась самая первая универсиада до 1959 года. Правда, она была летней. Надо добавить, что в этом же году, 2019, пройдут и летние игры в итальянском Неаполе. Россия впервые в истории стала хозяйкой этого большого спортивного события. Однако в 2013 году у самой большой страны есть опыт проведения летней универсиады в Казани. И не стоит забывать про летние игры 73 года в Москве. Турнир берет свое начало с 1949 года. Тогда появилась идея проведения мировых игр для студентов. Всемирный чемпионат среди университетов проводился уже с 1923 года, но официально универсиада стартовала впервые с 1959 года, как мы узнали в Турине. Если сложить все медали за полувековую историю, то на данный момент в зимних соревнованиях за все время проведения игр лидирует Россия. 458 наград, из них 167 высшего достоинства. Знаете ли вы, что обязательно в логотипе турнира должна присутствовать латинская буква «У»? Пояснять не будем. Также бессменным требованием является указание года проведения соревнований и порядкового номера. Как видим, универсиада в Красноярске стала 29-й. Как сообщают разработчики эмблемы «Красноярск-2019», он, логотип, символизирует суровую сибирскую природу и даже напоминает глыбы льда. Символом стала собака Улайка. Система организации универсиады четырехуровневая. В нее входит организационный комитет, исполнительная дирекция, наблюдательные и координационные советы. Понятно, что универсиада от слова «университет». В ней примут участие молодые атлеты из 59 стран. От России будет 296 спортсменов, а всего их будет около 2500. Разыграют 76 комплектов медалей в 11 видах спорта. Биатлон, горнолыжный спорт, керлинг, ну как же без него, лыжные, гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное катание, фристайл, хоккей с шайбой, хоккей с мячом и шорт-трек. Возраст участников допускается от 17 до 25 лет. Ну и в конце полное расписание по дням. 1 марта состоятся соревнования по хоккею у мужчин и женщин. 2 марта церемония открытия. Зрители из 60 стран будут смотреть ее в прямом эфире. Также продолжится в этот день соревнования по хоккею. 3 марта разыграют комплекты наград в лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноуборде и фристайле. 4 числа будет разыграно 10 комплектов медалей в таких видах спорта, как горнолыжный спорт, фристайл, лыжные гонки, биатлон, спортивное ориентирование и шорт-трек. На следующий день всего лишь 7 комплектов. Дисциплины на вашем экране. Время указано московское. В хоккее состоится матч между командами США и России. 6 марта насыщенный день. Медали в биатлоне, лыжных гонках, сноуборде, фристайле, шорт-треке. Помимо этих дисциплин пройдут соревнования в фигурном катании, хоккее с шайбой и мячом. 7 марта 6 комплектов. Горнолыжный спорт женщины, биатлон, спортивное ориентирование и фигурное катание. 8 марта в международный женский день вручают медали в горнолыжном спорте, лыжных гонках, сноуборде и фигурном катании. В хоккее с мячом у женщин определятся призеры. 9 числа спортсмены поборются за награды в горнолыжном спорте, фристайле, биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании. Следующее утро начинается горнолыжным спортом, затем биатлон, сноуборд, спортивное ориентирование, керлинг, фристайл, хоккей с мячом. В общем 12 комплектов наград. В предпоследний день соревнований атлеты получают медали в таких видах спорта, как лыжные гонки, горнолыжный спорт, фристайл и хоккей женщины. И в заключительный день 2 комплекта в лыжных гонках и в хоккее у мужчин. Церемония закрытия в 16.00. Если узнали что-то интересное и полезное, поставьте лайк. Рекомендую выпуск про будущий чемпионат мира по хоккею. Пожалуйста, не подписывайтесь.